DX, напомню, что формат игр на квалификации всегда best of 3. Соответственно, шанс у DX минимальный, потому что когда B1, шанс есть, он большой, учитывая, что рулетка возможна. А вот с командой Virtus.pro соревноваться в формате до двух побед, когда WP победители квалификации на Boston Major в регионе Европы, когда DX команда совершенно непонятная, неизвестная, несыгранная, то трудно будет сказать, что шансы у них есть. Ну и мы тут пока болтали-болтали, мы все пики с вами упустили. Ну как болтали, я болтал, вы слушали, разумеется. Конечно, могли со мной разговаривать, но я этого не слышал и не знаю. Окей, нас выкидывает из доты, мы быстренько вернемся назад. И заодно сейчас как раз-таки посмотрим пики, у нас будут минуты времени, да и по игре мы сможем определяться, что есть и как есть. Так, рамочку мы тоже уберем, рамочкой комментировать не очень круто. И у нас дропается дота, супер. Супер, супер, супер. Окей, мы сейчас тогда быстренько перезапустим. Я видел Templar Assassin, то, что я помню, я видел Тинни, остальные все моменты пика я упустил, потому что смотрел статистику. Как-то, знаете, пока не за пиком было время уследить. Сейчас мы доту загрузим, она почему-то даже решила что-то загружать в какой-то микропатч. Окей, микрообновление точнее. Сейчас мы вернемся, не беспокойтесь. Конечно, можно увольнять, но вы же понимаете, что вы напишите уволен, никого не уволят. Никогда, наверное. Нет, наверное, если вы петицию создадите и там наберет эта петиция, не знаю, там тысяч пятьдесят подписей, то может быть. Но тоже не факт, вы же это понимаете. Так, я пока в доту захожу, поэтому, я думаю, еще секунд тридцать времени мы будем в игре. Чего ж нас так выкидывает, интересно. Билет стоит в DotaTV ESL One Frankfurt. Просто для того, чтобы были никнеймы активированы, потому что, ну, без никнеймов, вы сами понимаете, там паберские ники, там от соло какие-нибудь, не знаю, там бабки не проблем будут написаны, ну, и все в этом роде. Соло, кстати, мы и ждали вот большую часть времени. Так, все, мы в игре, возвращаем назад доту. Соло мы ждали очень долго, потому что были у него какие-то трудности, не мог он присоединиться в лобби. Ну, главное, что все на месте и давайте смотреть, как раз-таки по героям пройдемся, потому что смысл от моей аналитики, я думаю, минимальный, потому что сказать что-то конкретное по персонажам, то, что будет неожиданно для вас, я не смогу, но какие-то основы мы пройдемся. Команда DX, Shadow Weak на Дизрапторе, Скандал на Темплар Ассасин, Ахмо на Тинью, Аксайен на Джаггернауте и Мипошка на Энчантрас. Ну и команда Virtus Pro, Соло на Леоне, Урса от Рамзеса, Ноуан на Девавере, Паша на Батрайдере и Лил на Ио. Ну, вот интересно, тени будут стоять у нас на оффлейне, как-то закидывать, по всей видимости, крипов. Вот на вот этот оффлейн спаун давно мы тени не видели, а уж тем более на оффлейне. Мы видели как-то тени саппортов, мы видели как-то тени и на позиции мид, но, опять же, это происходит нечасто. И самое любопытное в этой игре, по мне так, ну, любопытности тут много, но вот самое любопытное, что коэффициент на команду Virtus.pro здесь, на команду Virtus.pro 1,002. Ну, что-то, в общем, такое минимальное, что ставит Virtus.pro смысла нет. На команду же DX коэффициент больше 10, то есть вы ставите 1 доллар, например, выигрываете 10 долларов. Это просто невероятно, я такие коэффициенты давно не видел, но это просто какой-то ужас. Тоги руна для Девавера, руна для Темплара Сасси, правда, скандал очень сильно проседает, тратит, смотрите, и веточку, и танго, конечно, неприятно, тем более отхилится до конца, окей, но потратил тут немало усилий, руну все-таки забрал. Взглянем на лайнапы, команда Virtus.pro ставит Даблу, Батрайдера и Ио, на центре у нас Девавер, ну и легкая линия, это Леон и Урса. Кстати, очень сильная линия, и, например, тому же самому Тини будет непросто. Но, правда, Тини может потом быть с пассивкой, и пассивка будет хоть как-то помогать, то есть, конечно, Урса не лучший герой против Тини, учитывая вот эту пассивную способность. Но это не самое страшное. Темпларка на центре. Не самый лучший вариант против Деваура, потому что Деваура прокачивает свой Эрко-Норб, но это не сразу происходит, но, тем не менее, может сбивать сразу два заряда рефракшена, один удар это физурона, второй удар вот этот урон как раз-таки от Эрко-Норб. Вот этот уникальный модификатор дает такую возможность. Ну и вот второй момент, довольно любопытный, пока у нас ничего не происходит, можно это пообсуждать, что как раз-таки два игрока с двух разных команд когда-то играли очень вместе, играли давно вместе. Это игрок Shadow Week и это Рамзес. Они играли в команде SFZ, я думаю, многие ее помнят. Я сам помню, как я еще только начинал комментировать. Я за Рамзесом и за Shadow Week следил. Вот, правда, Shadow Week по итогу не поднялся, да? А Рамзес, как же он поднялся? Как же он преуспел? Его сначала взобрали в команду CIS Rejects, которую переименовали, точнее, спонсор в Золов Спирит. Тут на центре момент, но Уан пытается себя закрыть, но выжить ему не получится. И фрестблат для команды DX. Ну, такое вот начало. Очень удачно. Мепошка, опять же, который стенд-ин. Я вот когда увидел его на стенд-ине, думал поставить, может быть, пару баксов. Но смотрите, опять же, ставишь два, выигрываешь 20 долларов. Но подумал, что это будет не совсем правильно. По отношению к вам, зрителям, потому что я буду как-то ненароком топить. И это делать не стоит. Подкоп в Тине, есть R-Shock, и начинает Тине очень сильно бить. Дает Тосс, откидывает Рамзеса, пытается Соло делать фраг в Соло. Остается последний удар, но не хватило анимации, дабы Соло махнул своим хиксом и убил Тине. Я внизу смотрю, вот тут врыв на Джаггернаута. На Джаггернаута убить непросто, все-таки имеется. У него крутилка, Блайтфьюрия дается иммунитет к магии, и он будет жить. Так вот, насчет мы с ФЗ и Шедоуиха, Рамзеса, не закончили. Вот Шедоуих так и остался на уровне СФЗ, да, если он не поднялся выше, жаль. Но ребята играли долго, ребята поздоровались в лобе, там, шутили немножко друг к другу. Так вот складывается, судя по-моему, кому-то везет, кому-то нет. Ну, никто не будет спорить, что Рамзес очень круто играет на своей позиции. И, в принципе, как игрок, он хорош и очень молод. Молодость ценится в любом спорте, не только в доте, но и в футболе, в хоккее. Хотя иногда молодых игроков не любят, потому что они довольно спыльчивые, нестабильные. Тем более, в том же самом блоге Снега изначально команда Virtus.pro не хотела брать в состав Рамзеса. Опять же, именно потому, что ему было очень мало лет. Он 15 лет на тот момент, просто казалось, что это решение спорное. Но Соло своей командой решил, что стоит. И вот он, Рамзес, со своей командой будет участвовать на Boston Major. На центр выходит Мипошка, очень пока активно от него дота. Волк, Кентавр, сильные крипы, много дэмэджа будет. И можно убивать. И можно убивать Нуна, потому что Нуну никто не помогает, Нун здесь стоит совершенно один. Помощи для него нет. С ФТП возможно ли? У Леона с ФТП нет. У Ио с ФТП есть. Окей, если что, может быть, Висп успеет прилететь. Помочь? В итоге нет, все проще. Просто ганг не удается. Мипошка не может как-то выбрать позицию. Очень хорошая позиция Нун стоит. Просто не подставляется под возможные ганги. И выживает. Что у нас вообще по другим линиям? Потому что как-то мы все на мид смотрим. Особо-то ничего не происходит. Тут у нас на роне. Забирает Мипошка баунти. Ставится кинетик филд. Еще Мипошка на развороте. Начинает бить по Лилу. Стан от Кентавра. Довольно больно. Ио, Ио побитый. Есть тики. Начинает просто отпиваться ботлом Лил. Ну и возвращает Лилу назад. Лилу отсюда не хотят отпускать. Лилу должен погибать. Лилу погибает. О, тычки. Шадувиха. 2-0 в пользу команды DX. Вот такое вот начало. Батрайдер вынужден отсюда улетать. Слишком мало у него остается маны. У Паши маны в принципе нет. Опять же, как раз таки Паш на этом Батрайдере выиграл с своей командой решающую карту против команды Liquid. Напомню я вам как раз таки Батрайдер. Магнус от Миракла. Мы тоже помним все это. Я теперь не могу. Только этот мем закончился, да? Все про него забыли. Миракл, типа и Лекс. Но с новой волной. Вроде как недолго. Все уже и позабыли про Liquid. Лил понимает, что будут делаться стаки на Эншентах. Темплар и Ассасин очень круто их фармит. Вот сегодня сам на Темпларке играл. И реально Темпларка один из лучших героев, который фармит Эншентах на ранних лвелах. Ей не нужно много слотов. Ей нужно просто замакшенный рефракшн. Замакшенная пассивочка, Псайблэйдс и все. Ты стоишь, как ты фармишь, тратишь на минуту времени, но фармишь 4-5 стака легко. Просто за счет рефракшена. Много дэмэджа и пассивки. Погибает на топе Дизраптор. Был просто выход от Леона. Был выход от Рамзеса. Фулл прокаст он выдал и землю. И оверпауэрн, жалуя ультимейты. Ну и фраг сделал. Правда, не знаю, Рамзес побежит ли на базу. А нет, не побежит. Тут Лил. Лил подрегенит. И ману и хп. Возвращается Рамзес назад. По крипсату мы тоже видим, что все довольно-таки ровно. Не считая только вот этого Тинни, который пока непонятно как показывает себя у Ахмо. Три крипа, третий уровень. И это шестая минута. То есть все очень плохо. То есть какого-то героя по типу нам Войда взять. Или не знаю, кого-то еще. Кстати, проблему у Рамзеса. Рамзес фыркает землей. Получает как раз-таки булыжник от голема. Омни слэш от Джаггернаута. И погибает еще и Рамзес. Вот так оно получается. Темплар Сассин также встревает. Должен скандала добивать. Скандал пытается отпиваться Ботлов, но слишком много урона. От трех игроков команды ВП и фраг для коллектива из Дайер. Ну вы сами понимаете, что ВП после квалификации отдыхали. ВП, наверное, особо не тренировались. Это неудивительно, что когда ты выиграешь квалификации, ты немножко расслаблен. Но лучше постараться. Все-таки лан, финал будет крутой. Ты идешь в Малайзию после Нового года. Не знаю, насколько это круто для ВП. Там, опять же, будет все очень круто для игроков. Я уверен, организовано. Там будут реально скорее... Ты приезжаешь на турнир, где тебе надо будет как-то мучиться. Ты будешь на турнире, где будет реально круто. Рамзес на развороте пошел. Нападение на Джиггернаута. Фыркает землей. Есть на развороте Атахмо Аваланч. Есть Тос. И должен добивать уже Рамзес. Рамзес без ультимейта. Только-только он его нажимал. Пару ударов надо сделать. Рамзес фыркает землей, но погибает. И фраг для команды DX 4-2. Ну согласитесь, этот коллектив не выглядит на коллектив, который должен иметь коэффициент на свою победу 10, там... 10,5. Ну, вообще никак. На топе падает башня. Джиггернаут. Энчантрас. Тут еще и приручена катапульта. И медведемон-крушитель. Тандерклайп дает под крипом. Есть элепорт от Леона. В принципе, сейчас можно спокойно как-то тут... Соло просто подкидываться под копом. Да, что, собственно, и делает. Прокачка через третий под коп, второй хекс. И пока что нет мана Дрейна. Довольно любопытно, потому что мана Дрейн в единичку все-таки любит брать. Оставлять в хекс единичку и брать мана Дрейн в единичку. А дальше уже прокачиваться по ситуации. Ну, Соло знает лучше. Соло, как понимаете, рассчитывает на поддержку Ио. Рассчитывает в будущем, что и Двауэр будут иметь возможность подрегенить свою ману с помощью пассивки Ио. Ну, скоро узнаем. Фармит Нун, возможно, и Мидасик. Учитывая вот такое вот неприятное начало, можно купить и Мидас. Там же падает Рошан. И команда Диэк что-то подозревает. Скандал выходит. Ставит трэп. Про Рошана прекрасно знает команда Диэкс. Но тут неожиданно Нун оказывается в инвизе. Рошан должен таки упасть. Рошан падает от Рамзеса. Ну и скандал должен добить. Скандал. Скандал уходит. Как понимаю, там было лассо, но моментально оно было сбито глимсом, поэтому ничего не вышло. Я не знаю, друзья, будет ли у вас попадать на стрим звук, как у меня мой прекрасный, отличный, лучший в мире, самый дружелюбный сосед Сверли. Но если будет, то я приношу свои извинения. Ничего с этим поделать не могу. Так что придется нам потерпеть. Но надеюсь, это не будет долго. Все-таки уже время позднее. Шедовик продолжает делать стаки для Темплар Ассасин. Опять же, побольше ее фарма. Скандал уже на линии с огромным трудом. Все-таки Девауэр набрал свой уровень. Он там закидывает Эркен Орб. Моментально сбивает Рефракшн. А дальше больно. Это Астрала. И в принципе физ урона Девауэра позволяет бить. Хоть его и фиксили, да? То есть минус 6 урона. И вроде как все, Девауэра пофиксили. Для незнающего человека. А человек, который играет в доту часто и на Девауэре катал, понимал, что вот эти минус 6 урона особо-то Девауэра и не подкосили. Со своим нул талисманом он и так имеет, ну, достаточно урона. Достаточно много, чтобы ласхитить и на линии как-то проявлять агрессию. Пока 4-2. Давайте взглянем на общую ценность. Мы видим, что там Тарасасин и Джаггернаут идут на первых позициях. Джаггернаут уже пару метров назад забрал башню внизу. Это тоже дополнительные деньги для него. Фейсбут. Появляется там Маджек Вен, Пурман Шилд. В общем, много чего интересного топорик. Я думаю, в будущем можно будет выходить там либо в Яшу и БФ, либо сразу в Баттлфьюри поглядим. Потому что игру Дикс при желании могут затягивать. У них имеется Дизраптор. Это один из самых сильных саппортов у Лейти за счет своего ультимейта. Это Энчантрас, который не теряет актуальности, а только сильнее становится за счет Амаганима, Драгон Лэнса. И тот же самый Арстайл показывал, что Энчантрас может быть и неплохим кором. Тут проблемы. Темплар Ассасин вышли на ее стаки. В итоге Темпларку забирают через Finger of Death. Подкоп и Хекс. Соло, в общем, практически один справился, но фраг для Паши. И стаки дофармливаются уже командой Virtus.pro. Остались самые дорогие крипы. Это и Голем, это и Дракон. Много денег они дают, много опыта они дают. Так что испортили жизнь Энчантрасасин. Ибо если бы не испортили, то уже был бы Митрилхаммер и были бы деньги в запасе. Но какого нет Ахмо? Он на развороте дует тучки по Рамзесу. Рамзес нажимает ультимейт. Пару ударов, но не хватает делать одного последнего решающего. И Ахмо выживает на... Буквально там 70 хп появляется. У него фейсбудс, есть левел 6. Прокачивает Тинни ультимейт. И команда Декс готова пушить. Смотрите, смещается всем мид. Тинни бежит пешочком. Я не знаю, почему не телепорт. А, ну он телетел на базу, да. Все верно. Поэтому и не может прилететь сразу. Ну и ставится Холанвард. Кентавр в атаке. Трэпа взрывается. Нуна отсюда просто прогоняет. Урса очень побитый. Но может быть сделает просто сюда Рамзес врыв. Потеряет свой Аегис. И все будет у нее окей. Посмотрим. 4-3. 11-ая минута. Команда ВП ведет 1000 золота. И 2,5 опыта. Неплохо. Учитывая начало, где Декс смогли тут ее полностью всю инициативу захватить. Могло быть все намного хуже. Да, шутки, конечно, были и про Соло. Когда вот коэффициент этот, видим, был, что... Главное, чтобы Соло не ставил на этот матч. Потому что, ну, очень заманчивый коэффициент, когда особо... Ну, нет, ну тут-то, опять же, очень важна эта квалификация. Потому что, как понимают, тут уже вылетов никаких не будет. Если ты проиграл, то все, до свидания. Не будет никакого шанса на то, чтобы ты прошел дальше. Также уже были матчи сыграны. Вега Сквадрон и Фантастик Файв. Команда Фантастик Файв победила. Был матч с играми Продота, Гейминг и Бродмазерс. 2-0 за команду Продота. И матч от Финнам и Сагуин Шаракс. Также 2-1. Греки встретятся с Ликвид. Ну, этот матч за выход на команду Escape Gaming. Матч этот будет не сегодня. Матч этот будет только завтра. В 7 часов по Москве. Сейчас этим временем тоже какой-то ужас, что поменялись опять время. Зимнее, летнее. Теперь Киев. Сейчас больше и так далее. СФЗ ДОС. Вот Рамзес как раз таки вспоминает свою любимую команду. Ну, по сути, для Рамзеса СФЗ... Это был старт. Это был начало карьеры, где реально уже Рамзес начал играть в крутую доту, где его заметил Габлак. Как я понимаю, пригласил. Габлак говорит, что ты будешь в СФЗ сидеть, если я тебе могу дать хорошие условия, перспективу. Ну, возможно, это было не так. Я не знаю. К сожалению, я не присутствовал при приглашении. Кстати, вот что любопытно. Команда Virtus.pro конкретно на этот турнир, на квалификацию, была приглашена как Tier 2. То есть есть Tier 1 Invite, это OG, Imperial, Escape, Gaming, Liquid. Tier 2 Invite. Vega, ProDota от Finem и Virtus.pro. Это настолько забавно. В итоге Tier 2 Invite и Virtus.pro от Finem будут участвовать на Booster Major. А Liquid, Escape, Imperial, Tier 1 не будут участвовать. Это, конечно, звучит... Ну... Прикольно. Так, что на запаузу вообще происходит? А, потери пакетов у команды DX, у Main Carry. Команды DX. Сегодня у нас, напомню, будет еще один матч играться. Также формат ABO3. Это команда Imperial и Fantastic Five. Это уже будет матч за выход в полуфинал. Да и вообще на Dota 2 Warhub будет очень много матчей сегодня. И всю неделю там расписание какое-то невероятное. Столько игр. То у нас был момент, когда игр в принципе не было. А сейчас этих игр, ну, миллиард. У нас будет Elimination Mode. Крутой турнир. Будут играться Liquid, Kaipi, OG, Escape Gaming. Будет SL1, Genting. Продолжение ночное. Будет Dream League. Короче, я не знаю, как вы все будете смотреть. Я не знаю, как я это все буду смотреть. Потому что, ну, это нереально за всем следить. Но надо смотреть только самое... Интересное. Но, вроде как, и все интересное. Все матчи. Смотрю, в твиттере горение огромное насчет появления СНГ. Квалификация отдельно вообще. Что вы об этом думаете? Я потом загляну в чат, почитаю. То есть, насчет СНГ я никаких претензий лично не имею. То есть, у нас СНГ такой интересный регион. То у нас команд очень много. По-моему, это было как раз таки на Shanghai Major. У нас было 7 команд из 8 или что-то 9 из 10. Просто команды из СНГ. Но одна команда была из Европы. Команда Liquid, как вы можете помнить, которая прошла эти квалификации. То есть, был реальный подъем СНГ. Все команды круто играли. Было реально круто. Но немного не хватило. Там и Na'Vi не хватило. И потом еще VEGA какой-нибудь, например. Просто не хватало. Как и сейчас VEGA не хватило. Буквально чуть-чуть, дабы пройти в плей-офф хотя бы. Поэтому претензии к СНГ квалификациям я не знаю, почему их пишут. Особенно наши ребята, которые находятся в СНГ. Да, будут слотов меньше. На СНГ только один слот. Это проблема. То есть, допустим, Na'Vi, Virtus.pro, VEGA, Fantastic Five не получают invite. То только одна команда едет. Это проблема. Что, по сути, либо ты получаешь прямой invite. Либо у нас только одна команда едет на Major. Но это ладно. Это полбеды. А вот то, что появляется квалификация Южной Америки, это прям не провал. Это просто провалище. Потому что, я вам объясню, в чем проблема. На закрытые квалификации Америки к Boston Major не смогли набрать команды. Просто команд столько нет, которые могут достойно получить приглашение в закрытые квалификации. Ну, нет столько команд. Было, по-моему, даже было, по-моему, шесть команд. И две команды были с закрытых квалификациях. Две команды, это замечательная команда ProDota, европейская. И замечательная команда Elements Pro Gaming, тоже европейский коллектив. И как они еще собираются найти, сколько там, восемь команд, я не знаю. Это все круто. Развитие региона, перуанцы, там, Бразилия, Аргентина, все супер. Но я не уверен, что там столько команд есть, которые реально будут играть на уровне ТИР-2 Европы. Вот на уровне, если вот их сопоставить. То есть, логичнее ведь выделить два слота СНГ, два слота Европе и дать по одному только слоту на Америку Северную, Америку Южную. То есть, просто уменьшить количество слотов для регионов слабых. Можно и на Африку выдать один слот, например. Соответственно, где-то слоты убирать, где-то их добавлять. В зависимости от того, насколько круто отыграли команды с определенных регионов. Если китайцы заняли на International топ-6, все китайские команды дайте им на следующий турнир 4 слота на квалификацию. Все просто. Ну, потому что они сильнее. Они сильнее, чем Америка, они сильнее, чем Европа. Это, например. То есть, может быть, и Америка будет сильной. То есть, в Америке у нас и DC, и команда EG, вот и NP вроде как могут играть. 322 хп урса. Ну да, да, смешно. Смешно, парни. Сегодня я первый матч комментирую один, а второй ко мне присоединится уже мило. И все же спамят про Урсу с количеством здоровья. Господи, неужели это правда смешно уже стало? Сколько лет прошло? Сколько лет прошло с того, как вот Соло допустил эту ошибку? Это что, в 2011-м было? 12-м? 12-м, по-моему, да? В 12-м году. А что, инфобуд какая? А, ребутинг, я понял, я понял. Ну ладно, паузу мы как-то заполняем. Как раз-таки сейчас наступит момент, когда вы прочитаете. Точнее, услышите, что я сказал. Ну да, может быть, конечно, будут и два слова на Европу. На Европу и на CIS-регион. Но я не уверен. Я не уверен, что в этом есть правда. Где ваш братишка? Спрашивает Нун. Вполне очевидный вопрос. Ну да, то есть есть вариант. Пишите мне вообще в личку. Пишите мне в Twitter. Lexrohub. Кто собирается играть на Южной Америке. Собираем 4 кастака и идем играть в Dota. Что комментировать эту игру, если можно выигрывать миллион? Так что давайте, ребят. Соберем стак, выиграем. Я иду на мид. А вы уж как хотите, там, решайте сами. Так, глядишь, может быть, что-нибудь выиграем. Хотя бы пройдем на закрытые квала там. Нет, ну, смотрите. Есть команда Infamous. Я вот больше команд из Перу вспомнить не могу. Из Южной Америки. Вот кто? Давайте я даже не знаю. Перуанские. Команды Dota 2. Вот я не... Infamous это бывшая команда Unknown, как вы помните. Которая как раз таки прошла на... Вроде как Франкфурт, да? А, вот еще есть. Elite Wolves. Окей. Все, я больше не вижу команд, которые известны. Elite Wolves. И команда Infamous. А, еще... Not Today. Да, Not Today еще есть. Ну, супер. Это три команды. Где еще столько набрать? То есть, команда там можно найти. И у нас можно найти в СНГ команды там, которые будут играть, опять же, на свои там 3, 4, 5, КММР, 6, КММР. Это все замечательно. Насколько они будут хорошо играть по сравнению с Китаем, с Европой? Это вопрос интересный. Ну, главное, что нам дали даты. Мы теперь знаем все за полгода. Ну, ладно, зрителям. Для организаторов это очень важно. Потому что теперь организаторы могут подстраиваться под ивенты Valve и организовывать там Epicenter. Какой-то ESL очередной. Дота Пит. По хорошим цифрам, по хорошим датам, чтобы не совпадали ивенты. Потому что тот же самый The Summit был перенесен, потому что появился Бостон. Окей. У нас была довольно продолжительная пауза. Я думаю, около 10 минут мы тут сидели и ждали. Мы продолжаем смотреть за Дотой. Напомню, что у нас играет команда DX против команды Virtus.pro в рамках турнира. ESL One Genting. Какая-то квалификация. Клинцует назад Леона. Дает, кстати, к Шторм. Тос. Пытается Лил выхилить, но не хватает попросту сил. Притом Лил сюда прилетел. Возможно, он уже отсюда не уйдет. Да, получает Тос Лил и Лил погибает. Пытался подставить своего саппорта с соло, но не вышло. Два фрага в пользу команды DX. Хочу отметить, что Virtus.pro как-то там не машнили, не говорили, отжимайте. Потому что они уже могли отжать быстро. 10 минут прошло точно, но не отжимали. В этом есть доля уважения. Появляется у Рамзеса Mask of Madness. Дальше бы, конечно, какой-то блиндагер не помешало бы купить. Да, бы еще круче можно было бы инициировать. Но пока нет релокейта у Веспа, то ничего урса не сделает, кроме как вот просто попытка подпушить. Ну, или откровенно какой-то герой загуляет. Но Ахмо неплох. То есть Ахмо выставил линию свою нефиди. Это самое важное. Он какой-то фарм все-таки получил. Тут проблема снова. Темплоросатин снова выходит, не дает фармить эти чертовы стаки на эншентах. И погибает скандал с помощью еще и клипса от Нуна. Да, у Нуна Мидасик. У Нуна ПТ. Нун будет по общей ценности выходить на солидные цифры. Нуна будет, конечно, очень трудно. Он фармит неплохо. Сейчас свой Мидас. Вот это вот китайского Мидаса. В Китае вот моду на Мидас на Деваури привили. По крайней мере, на ДПЛ Мидаса почти всегда. Выход на Нуна. Нуна получает статик шторм. Есть Блэфьюри. Ну, выходит скандал с этих филда. Нун пытается Нуну убить. Просто закидывает себя в астрал. И надо уже команде Дикс отсюда уходить. Потому что прилетает Урса. Рамзес под маском Мидасом побежал. Джиггернаут. Нет крутилки. Есть он мне слэш. Может быть стоит его дать. Но он получает подкоп. Джиггернаут и погибает. Ну да, за счет Мома, Фейсбут, Смувспи, Турсы. В момент инициации просто огромный. Выходит Ахмо. Дает просто Эволенч Тос. Погибает соло. Ну и пропадает Аегис. Уже Рамзес не хочет идти до конца. Понимая, что это слишком опасно. Но размер невыгодный. Но он все же присутствует. Притом Рамзесу не хотят отдавать Тауэр. Подходите до скандала. Мипошка есть импетуса. Кентефилл ставится в Рамзеса мимо. Пошла бочка. Мипошку пытается подцепить Рамзес. Начинает проведать Мипошку очень сильно. Мипошка еще и бодистоп. От Паши Мипошка погиб. Вот она и ответка от команды ВП. Притом летел Паша дальше. Был у него скоро Лассоу. Улетимейт его. Но. Не успевал уже. Никогда. И команда расходится. Сглянем на итоги боя? Не взглянем на итоги боя. Ну и. Черт с ними. 7.6. Но если игра поначалу казалась, что Диекс даже что-то могут делать. Но сейчас. Виртус Проба будут набирать. Обороты. Все-таки пик у них рассчитан на убийство. Это Урса. Это Леон. Это Ио. Готовы ребята инициировать и готовы ворваться. Ну и Батрайдер разумеется. Двауру может немножко и пофармить. Ему там взять какую-то Дрэгонлен. Взять себе пику. Взять себе возможно какой-то Блокенбар. Тут он лишним не будет. Просто там Тини. Дидраптора. Ну и ВП конечно будут выходить в атаке. По кулдауну Лассо. По кулдауну Реалокейта. Можно просто выходить. Притом выходить вдвоем. Втроем. А если что Лил кого-то и приведет. На своем Реалокейте. Скан отсел свет. И прекрасно понимает Диекс, где находится противник. Могут немножко на топе расслабиться. Они конечно не знают сколько героев на карте. Находятся в зоне скана. Но они понимают, что кто-то там есть. Взглянем на вижн команда Диекс. Видят они только одного Рамзеса. Взглянем на вижн команда ВП. Они видят двух игроков. Они видят Джаггернаут. Мустафу Двауэра появляется. Отлично. Полезен артефакт. Дает себе инту. Ну и конкретно в этой игре помогает уйти от фокуса Темплара Сассин. От фокуса Дизраптора. Ведикий антиквилда. Да и Атини может частично спасти. Да что-то как-то яростно кликает. Рамзес на себя. Говорит подхил. Лил, подхил. Подригей меня. Лил это с удовольствием делает. Тут-таки башню команды Диекс внизу падает. На топе убить вышку Диекс не успевает. Надо отсюда уходить. Потому что опять же какие-то релокейты неожиданные. И все. И тебя очень быстро убьют. Ахмо надо немножко потерпеть. Ему остается совсем чуть-чуть до покупки Блингдаггера. Вот это будет важный момент. Потому что с Блингдаггером, конечно, Ахмо в теории сможет какого-то Ио и Леона даже убивать. Хотя не уверен. Не уверен ли он в этом 720-х? Я бы не думал. Вот если еще Тинни какую-нибудь Линзу купят. Вот мы видели Тинни через прокаст. Там Линза появляется. Дагон, Эзариал Блейд. Это очень больно. Правда, по итогу иногда-таки Тинни все равно в ближе к Лейте выходят в этом билд. Снова там Манта Стайл какой-то. Аганим и так далее. Ну, это как Эмирана, да? Изначально фармится Эмирана на этом билд. Магически. А потом в глубоком Лейте, там на 70-й минуте, покупают себе артефакты боевые. Продавая там Аганим. И другие артефакты на магдэмэдж. 76 у нас уже фрагов нет давненько. Это мягко говоря давненько. Но уже надо как-то, ребятам, начать. Выходить. У Джиггерраунта появляется Яша. Все-таки не будут выходить изначально. Майнкерри команда DX в БФ. Купил себе Яшу. Но в будущем БФ, наверное, лишним бы не было. Артефакт хороший, но артефакт такой. Главное с этим артефактом не идти в файт. И главное с ним пофармить. Определенное время, если там 10 минут и фармишь, ты его окупаешь. Если ты 10 минут не фармишь и идешь в файт, то, конечно, артефакт не лучше. Лучше купить себе Манта Стайл. Скоро узнаем. Так или иначе, пока Яша. Яша для разгона этот артефакт очень хороший. Стоит немного, дает массу полезности. Мипошка фармит себе Дрэгон Лэнс. Не такой быстрый, как иногда фармит Арт Стайл. Просто покупая ботинок, там какие-то танго, и сразу выходят Огр Клапы. Два Бэндов Элевен Скина нет. Мипошка не спешит. Мипошка взял себе артефакты на статы. Винд Лейс, Рендроп, Маджик Вент, ПТ. Поставил на силу, дабы ХП себе прибавить. Ну и момент, о котором я рассказывал. Блиндайгер на Ахмо достигнут. Теперь пора его реализовать. Выходить через смоу какой-то, ставить статик шторм, чтобы ворвался туда скандал своим дозолятором, и убивали. Потому что Рошан там второй уже есть. Рамзес как будто стоит и ждет, пока к нему кто-то придет. Никто к нему не приходит. А может быть дождается появления того же самого Лила. Да, подходит вся команда ВП. Теперь начинает Руссом бить. И команда Декс выходит. Ну поглядим, выглядит пока неплохо. То есть они могут выйти, они могут здесь убить. Но ВП в хорошей позиционке. Посмотрите, они в идеальной позиционке. Просто не подставляются. Нет, не так все просто. Я думал, что ВП просто подставится, но не тут-то было. Ой, как не сыграли сейчас ВП и... ВП, Нун и Паша. Статик шторм ставится, попадает по Девауру, но он уходит на форстафе. В итоге Статик шторм никуда. Игис падает в пользу команды Виртус Про, Рамзесу. Уже убили Дизраптора. Омни слэш от Джиггераута. Демиджа очень мало. Его просто не хватает. Начинает Джиггераут раскручиваться. Может быть убьют Соло, но Соло нажимает стики. На развороте дает Хиекс. Будет еще и Фингер. Есть подкоп. Фингер оф Десс от Соло. Соло просто в Соло делает фраг. Ну, разумеется, не без помощи Лил. Он там как-то подригинен. Врывается Ахмо. Эвеланч Тос. Демиджа не хватает совсем чуть-чуть. Паша остается на 150 хп. Релокей делает Ио. И улетает на базу. А, не на базу улетает. О, они не на базу улетели. Они полетели просто вперед в атаку. Даже так. И убили еще и Темплара Сасси. Четыре игрока Декс в таверне. В размин на одного Деваура. Очень-очень неплохо. Тоги-бои вот такие вот они. Много денег для ВП. Много опыта для ВП. А вот сами Декс по золоту-минусе. По опыту, ну, небольшом плюсе. Уже появляется и Башер. Рамзес решил играть без... А, нет. Блингдайгер есть, да. Блингдайгер уже купил. Блингдайгер, Башер. Очень крутые артефакты для такой минуты. И, конечно, ВП могут давить. В ВП не нужно покупать много артефактов. Но, если они вдруг захотят как-то и выходить в лейт, тоже предпосылки для этого есть. То есть, за счет Мидаса, ну, он фармит очень много. И даже несмотря, что неудачное было начало файта для ВП, там и Астрал Ласу залетело вместе. Это не помогло никак команде DX. Взглянем на экономику. В ВП ведут 7500. Ведут 8000 по опыту. Это все очень много. Но надежда остается. Джиггернаут после Яши 800 золота имеется. Пока предпосылок к какому-то болтфюрю просто нет. Не считая только одного топорика. Но топорик, к сожалению, это самое дешевое, что есть в БФе. Поэтому, возможно, мы его вовсе в БФ не увидим. Ну, вот, учитывая такую вот доту от ВП агрессивную, где особо они фармить не дают. Попытка была выйти на Ахмо не получилась. Ахмо сделал блинкаут и просто улетел на телепорте. Улетел на базу. На этом и так это и завершилось. Ну, и Рамзес возвращается с Лилом назад. Денается Тавр. Нуном. И такая дота, знаете, вроде фрагов много у нас. 8-10, но как-то вот что-то не хватает. Какого-то экшена. Тем более под экшеном я имею в виду не количество убийств, а вот что-то другое. Какие-то постоянно что-то выходы были. Драки у нас были с тычкой 5 на 5. У нас какие-то драки в одну калитку. Это не особо интересно. Падает Тавр на центре. Без защиты от команды DX. Они пытаются как-то все это время фармить. У Enchantress появляется Анис. Это вообще не Dragonlance. Это Force Staff. Ну, против Урса. Да, артефакт, конечно, лишним не бывает. Force Staff, дабы отталкивать и себя. Ну и что главное, тиммейтов, дабы не было вот этого моментального фокуса через Overpower, через Mask of Manus, когда тебя убивают там невероятно быстро. Ну и готовы повороваться дальше. Готовы идти в атаку. Рамзе до сих пор имеется Aegis. Соло, Blinkdagger, Tranquilo, левел 11. Появляется он там в парке Blinkdagger. По таймингам все не так уж и плохо. Скандалы, хоть у него и КД 0-4-2, то есть очень много он погиб. Там, правда, были ганги постоянные на скандала. Но по таймингам он выходит с ПТ, Дезолятором, Blinkdagger, Боттлом, Райзбендом. Это хорошие тайминги. То есть по уровню он там не особо должен уступать своим оппонентам. Да, 14 уровень, только 2 в рапптнадцатом, но, извините, там Мидасик есть. Мидас, конечно, дает. Это вот буст. Пика, ПТ, Мидас. Ну что, может какой-то хек себе зарашить? Ну, или купить там Шиву. Если не БКБ редкликом, то есть есть такие варианты. Тоже в Китае любят. Иногда покупают Муншарды там все после ПТ пики. Иногда покупают Мидасы вот так вот быстро. Ранние Мидасы, это всегда неприятно. Но, наверное, все-таки будто обычный Блокинбар ничего не выдумывают, не будет. А Соло нашли, Соло должны убивать. Там уже в погоню идет... Ну, как идет? Не засейвили Соло. Разменялись один в один, но это не очень хорошо для команды ВП. Ну, конечно, когда ты проигрываешь столько денег, разменяться Дексом один в один, тем более еще на одинаковые позиции, саппорт-саппорт, это прям невероятная удача. Огр Клаб у Темплар Ассасин. Ну, в БКБ выходить тут сомнений нет. Это и Деваур, это и Леон. В принципе, на это можно и закончить. Это очень сильные герои. Только в виде одного Леона уже можно подумать о покупке Блокинбара. Но слишком тут много дизайблов в виде подкопа, в виде хекса. Не прокачивает Леон, в принципе, Манадрейн. Опять же, надежда идет только лишь на Лилу, на Деваура. Лилу, которая там под регенит арканами, а Деваур пассивкой своей поможет. Ну, в этом есть логика, опять же. У тебя замаркшенный хекс, у тебя очень долгое время вот этого хекса действия и кулдауна. Всего лишь 12 секунд. 9.11. Опять же, предпосылок для того, чтобы Диэкс начали как-то камбэкаться. Их пока маловато. Их практически нет. Тинни себе после Блиндайгера ничего не приобретает. Появляется у Деваура все-таки райт-клика. Иммунитет к магии и Блокинбар. Но дело за малым. Теперь в таком случае убить Деваура будет непросто. Там, по сути, будет проблема только у Тэмплорасаси. Ну, Джаггернауту проблем не так много. Учитывая, что имеется астрал, можно на том, если даже скрыться. Паша в позиции. Можно делать реалокейт, можно прилетать, можно убивать. Вот прямо это легкий фраг. А что реалокейт? Реалокейт через 3, 2, 1. Уже Паша влетает, дает лассо. Реалокейт кастуется вот прямо сейчас. И скандал. Должен понимать, что пора в таверну. Спириты летают. Даже несмотря на отсутствие дастов. Фраг сделан. Ну, Плорасаси в таверне. Ну, там фаерфлай, там спириты. Там еще и астрал мог бы дэмэдж внести. Но астрал уже не понадобился. Скандал 0.5.2. Пока что без фрагов одни лишь ассисты. Но терпит как-то, держится за счет как раз-таки хорошего фарма. У него все получается. 150 крипов на 7 денаев. Шэдоу Блейд у Батрайдера. Паша теперь будет врываться еще неожиданнее. Ну, как я понимаю, опять же, ВП не оценивает эту игру как максимально серьезную. Где нужно вот прям подготовиться и тренироваться. Я думаю, что ребята пришли. Начали просто играть. Они команда. Хоть и не так долго, но, разумеется, команду Декса обыгрывать должны. Господи, что в чате происходит? Какая-то жесть вообще. Я вот только когда мипошку увидел в составе Декса, подумал, что, наверное, надежда есть. То есть без мипошки там был, по-моему, у ребят игрок с ником Sonic, которого... О котором я раньше не слышал. Про которого я не знал. Информацию в интернете тоже найти адекватно не удалось. Вообще, про команду Декса информации в интернете нет. То есть на сайте Ликвипедия страницы с командой Декса нет. Но где-то, конечно, они присутствуют. Шадоу Муллет у Тини. Выход в Шадоу Блэйд. А так, мол, будут неожиданно ворваться в Леона, которого вполне еще можно убивать. Ну, там надо будет, правда, пару раз, наверное, ударить. Спаркаст-то не уверен, что хватит дэмэджа за счет, там, стиков. Ну и ВП также в ганге. Паша, Соло и Рамзес в поисках свежего мяса. Но никого здесь нет. Хотя, возможно, мы увидим сейчас какие-то телепорты. Очень крутую позицию ставят ВП. И, конечно, сюда лететь не надо. Надо как-то размениваться. Но вот пока Декс идут, идут медленно к Тер-2 башне. Тут уже ВП могут заходить и на Тер-3. При желании. Вот она на башне. Все, она упала. Что пойдет дальше? Или будут все-таки лететь до фитбаза свою? Тут Тер-2 также падает. ВП идут дальше. Паша уже в Шадоу Блэйди полетел. Не палится Паша. Своим фаерфлайм, но улетает. Улетает, но, правда, так кликают. Кликают на Пашу, что Паша полетел. Паша хочет буквально под фонтаном цеплять противника. Выходит Ахмова инвизи. Про инвиз явно еще никто не знает. Но команда ВП уходит. Очень грамотно все сделали. Стали противнику уйти на базу. Немножко даже потыкали вышку. Но и при этом ВП ничего не потеряли. Появляется гем у Паши. Что вообще еще партефакт нового любопытного? Диффуза у Джиггернаута. Диффуза. Яша вот такой вот прям боевой этнобилд выходит. Почти готовы БКБ у скандала. Мипошка Драгонлендс. Форстаф почти есть пика. У Рамзеса выход в Блэкенбар. Тоже уже скоро появится. Там у нас, смотрите, погибает соло. Пока мы перечисляли артефакты новые. Ахмо вышел. И Сенвиза все-таки смог убить. Там еще урона волшебства была, между прочим. Очень полезная для вот такого вот Тинни, который пока через проказ может убивать. Хотя у Тинни дэмэджа уже много. Смотрите, 250 урона практически имеется. Но с таким атакспидом, конечно, удачи. На реле получится. Убивать физуроном. 10-12 у нас очень мало фрагов, но при этом графики растут. Растут уверенно. Virtus.pro формят. Формят карту больше. Чувствуют себя комфортнее. Ничего не боятся. Там опять же Devour. С вами Мидасом уже давно его реализовал. После Блэкенбара 4000 появляется. Притом БКБ не было использовано до сих пор. Ни разу. И выходит Паша на центр. В Shadow Blade. На Джаггернаута вроде пошло лассо. Есть Relocate. Оставляет просто Джаггернаута стоять здесь до конца. Пытается раскрутиться, уйти. Вот это может быть была ошибка. Может стоило дать, не знаю, Omni Slash. Но пока крутится, пытается уйти. Omni Slash дает только сейчас. Пошел он по всем. Паша может быть и убьют. Паша. Нет, живет Паша. Отличный ультимейт. От Devour. В итоге погибает Джаггернаута в этом моменте. Ну а Паша выживает. Там еще Астралл Блотнуна. Как нужно. Прямо. Дабы засовить Пашу. Ну, размен один в один вышел. То есть Лилу убили. И для команды Декс это тоже неплохо. Это размен один в один. Да, не по одинаковым позициям. Но все-таки хоть что-то. Учитывая такое отставание. Хоть как-то это может помочь. Побегал Мипошка. Посмотрел там на этого Рамзеса. Посмотрел его артефакты. Посмотрел его уровень. И понял, что не стоит. Появляется Шива у Devour. Очень крутой артефакт. Дает тебе много НТ. Дает тебе возможность медлять атак-спид противника. Вот учитывая, что там Templar Sassin. Джаггернаут. Герой, который любит бить руки. Это довольно неприятный момент у команды Декс. Учитывая, что атак-спид еще не особо высокий. Ребят. И вот это Шива, конечно, будет очень мешать. Ну, это, разумеется, и дэмэдж. Это, разумеется, и вижен дополнительный. При использовании. Как же без этого? Соло выходит на Мипошку. Мипошка 1000 хп погибла, на самом деле, от прокаста. Но Соло прощает. Получается, там это Кентавра. Кентавр пытается убежать, но Соло таких не отпускает. Кентавр-то добил. А вот Паша выходит. Лассо, что прилакает, прилакает уже здесь. Вот он прилетает, Рамзес, прилетает Лил и фраг на Энчантрас. Совершает мега-убийство Рамзес. У него счет 6-2-2. БКБ, Башер, Момбо, Линкдайгер. Можно выходить в Эббесо, Блэйд, Супер Башер, дабы точно убивать героев, по типу Джиггернаут и Тэмпларки. Понимаете, в такой игре даже наличие БКБ тебя не спасает. Это, опять же, учитывая и Батрайдер, учитывая и Урсу с Башером. Это прям проблема. Номер 1. Как Тэмпларки все это переживать? То есть, как-то врываться, быстренько убивать Виспа, да, может быть вариант. Убивать там Леона, да. Думаю, что в будущем Леон себе и Висп может купить Гост. Гост, решение уникальное в этой игре. Не против всего, конечно, но против Тэмпларки тебя спасет. Против Джиггернаута тебя частично спасет в нужных моментах. Пока что Гост только у Ахмо. Ахмо Гост, Штоу Блейд, Блинкдайгер. Видимо, будут выходить в Израил Блейд. Так, вот про кастера, но я тогда не знаю, почему не купил себе Линзу. Линза дает тебе немало. Не в плане ржа, а в плане дэмэджа. Ну, если ты про кастер. Мека появляется у Лила. Ну, вот тянут как будто ВП, знаете. Они уже понимают, что они вроде как победили. У них Блокобай 10-секундный. Ну, там 9-секундный Рамзеса, окей. Но они при этом не спешат действовать. Уже появляется, по-моему, там Аигис и Сыр. Да, именно так. Сыр для Деваура. Ну, а Урса имеет Аигис. Исер локейт. Локейт. Прилетает просто на опережение Шэдувих. У Шэдувих без телепорта он здесь будет погибать. Да, Шэдувих погиб. Шэдувих в таверне. Джаггернауту надо по хорошему отсиду уйти, потому что Соло, если ворвется, то не отпустит. Соло побежал. Будет прыгать. Соло прыжок. Есть подкоп. Соло, а вот Хэггдет не успевает. И в итоге... Ну, Соло здесь прыгался на самом деле один. То есть, вообще поддержки не было. Поддержка была далековато. Что Паша, что Нун, что Рамзес. Они бы не успели, если бы на развороте Декс бы дали бы прокаст там в виде Омни Слэша, Блэд Фьюри. И Импетас, может быть, успели бы убить. И при этом ушли бы живыми. Теп-аут. Не успевает делать Джаггернаут. Личная работа от Батрайдера. И на Хэгграунд затянули. Теперь всё. Сиди здесь, стой. Можно вообще его ему даже не убивать. На самом-то деле, по-хорошему, у него нет просто телепорта. У него просто нет телепорта. 60 секунд. Просто его оставить. Пусть там стоит себе. Пусть там живёт. Это реально крутая работа. Нажимает Гост Тинни. Получает Фингер. Под Гостом очень много дэмоджей. Клипс погибает. У Тинни у Тинни было мега-убийство. На секундочку погибает Тамплар Ассасин. БКБ Тамплар Ассасин нажала на толку от этого. Просто ноль погибает также. И Дизраптор. Ну и остается одна Энчантрас. Ассасин наваливает. Но Рамзес ещё имеет Аегис. И только сейчас Джиггернаут приходит. Только сейчас. Он Блиндаггер себе привёз, как я понимаю. Но уже не важно. Вообще не имеет значения. Потому что падает база. Падает центр. Соло. Врыв на Джиггернаута. Есть подкоп. Начинает бить Рамзес. Пару баши. И погибает Джиггернаут. Минус 5. Полюс за командой Virtus.pro. Good Game прописывает команда DX. Это 1-0. Virtus.pro идут к победе. Напомню, что формат данной игры до двух побед. Поэтому это не последняя карта на сегодня в рамках данной встречи. Мы ещё увидим как минимум одну карту. Но как максимум может быть и две. Кто его знает. Вдруг DX что-то придумает новое. Интересно. Но пока выглядит ВП слишком сильно. И трудно было что-то противопоставить DX своему противнику. Мы же... Точнее. Господи. Мы же. Я же, конечно. Я пока один. Я пока без сакастера. Уйду на паузу. Я думаю, что минут 10-15. Ну, может быть, 20. Всё. У нас эта пауза будет длиться. То есть не особо-то долго. И как только так сразу мы вернёмся освещать и смотреть с вами за прекрасным турниром ESL One. Субтитры сделал DimaTorzok.